Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Как вы, наверное, знаете, мы периодически устраиваем в нашем чате созвоны, на которых обсуждаем последние новости, касающиеся проектов Василенко, Life is Good, GERMES и кооператив Bestway. И вот, представляю вашему вниманию запись последнего созвона. Так, итак, коллеги, у нас есть кое-какие новости, начиная со времен последнего созвона. Когда мы обсуждали текст, который вы видите на экране, как вы знаете, у нас тут буквально вчера появилось, выложили скриншоты именно из нового кабинета Unite2Leaf. И здесь можно отметить курс, курс обмена токена BVSD к USDT. Давайте вспомним, что вообще говорилось в их сообщениях. Напомню, озвучивалось так. Стратегия и конечная цель – обеспечить обратную конвертацию обернутого токена UTLTW в UTLT при наступлении одного из двух условий, что произойдет раньше. Пункт 1. Обеспечение ликвидности 1 к 1, BVSD, USDT и BUSD. 2. Размер фонда обеспечения UTLTW равен 10-15% фонда обеспечения UTLT. При наступлении одного из двух условий происходит. 1. Обратное слияние UTLTW и UTLT в единый токен UTLT с сохранением всех условий. 2. Работаем дальше в рамках единой концепции и эмиссии 10 миллионов UTLT. 2. Конвертируем все BVSD в USDT или BUSD один к одному. 3. Отказываемся от коина BVSD. 3. Судя по этим объяснениям, что именно коин BVSD создавался как временная мера. 4. Соответственно, кто-то уже делал свой расчет, примерную оценку, что в итоге получается. Как мы уже обсуждали, клиенты, которые захотят получить USDT на свой криптокошелек, при появлении такой возможности получат только 19% от своих средств, которые были на счете Vista. 4. Каким образом человек сделал этот расчет? Пункт 1. Начислен убыток 20%, то есть минус 20%. 2. Продали клиентам на остаток токены BVSD по цене 1 доллар. 3. Взяли комиссию 2,5% за перевод BVSD на кошельки. 4. Взяли комиссию 4USDT за ввод BVSD с кошелька в клуб. 5. Купили у клиентов BVSD на бирже клуб UTLT по цене BVSD равен 0,25. Взяли комиссию 2% за обмен BVSD на USDT. 7. Взяли комиссию 4 доллара за вывод USDT на кошелек. То есть по расчетам именно автора данного текста, кто делал этот расчет, по его оценке, в итоге человек получает 19% от собственных средств. Но как раз уже на днях, как вы видите, стали появляться конкретно скриншоты из кабинета, где мы видим здесь на данном скриншоте обмен BVSD к USDT. Я вижу здесь наверху на английском языке, могу даже немного увеличить, чтобы лучше было видно. Вот здесь написано percentage growth плюс 898%, то есть практически в 9 раз рост. Это, я так понимаю, если брать стоимость токена, сравнивать, например, на дату 9 февраля и на дату, когда делался этот скриншот, видимо, 11 февраля. То есть вот получается по сравнению с первоначальным значением рост уже в 9 раз. И как здесь сказано, last price, то есть последняя цена 9 долларов 98 центов. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, на сейчас, вот смотрю я в кабинете, это просто на вчера был такой сумасшедший курс. Сейчас 2.34 коэффициент. BVSD, USDT. Да, то есть у вас вот этот график сейчас пошел вниз уже, да? Да, да. Ага. Было бы здорово, если бы, ну, вы позднее выложили, можете сейчас или позднее там выложить в чат вот этот, более свежую информацию. Выложу, хорошо. Да, если что, ну, потому что, опять же, я слышал, были случаи блокировок, типа, в новой компании службы безопасности очень нервно реагирует, когда там где-то в чатах выкладываются скриншоты. Ну, чтобы для вас было безопаснее, чтобы не блокировали кабинет, пришлите тогда в личку мне, а я уже потом выложу. Хорошо. Так, да, то есть получается, можно сказать, это такой поднялся ажиотаж, да, и, собственно, за счет вот этого ажиотажа произошел рост. И сейчас вы сказали курс 2 с чем-то, да? 2.34. 2.34 на данный момент, понятно. Понятно. Так, ну и, собственно, здесь мы видим с левой стороны именно количество заказов, то есть это сумма заказов, как здесь сказано. Здесь цена 10, 9.99, продаваемое количество токенов, там 4, 6, 5, 4 и так далее. Здесь вот даже 76 токенов кто-то продает. И третья графа – это суммарное количество, ну, именно данный ордер на какую сумму. То есть, допустим, 10, цена одного токена 10, продается 76 токенов, 76,1, то есть на сумму 761 токен. Так, это получается именно покупка, это продажа, соответственно. Вернее, наоборот, sell amount, то есть количество продаваемых токенов, а это на покупку. Так, и сейчас я зачитаю интересную вот эту новость. Так, у меня тут немножко смешалось в кучу. Смешались в кучу кони люди. Так, значит, смотрим. Объявление от 11 февраля, то есть вчерашнее, от 11 февраля. Уважаемые клиенты, в ближайшие пару дней мы проводим тестирование системы криптовывода. Раз в день открывается вывод для тысячи человек. По завершению периода теста система заработает на постоянной основе. Возникает вопрос, кому-то из тех, кто вот сейчас на созвоне присутствует, удалось попасть в эту тысячу? Или, может быть, не вам самим, а кому-то из ваших знакомых? Есть такие счастливчики? Еще раз, в ближайшие пару дней мы проводим тестирование системы криптовывода. Раз в день открывается вывод для тысячи человек. По завершению периода теста система заработает на постоянной основе. Так, ну хорошо. Вот это текст, который мне тоже прислали, текст объявления. Я его тоже зачитаю. Так, наверное, тогда вот так вот я сделаю. Текст гласит, уважаемые лидеры, благодаря сплоченной работе руководства клуба UTL и двух команд IT, из множества возможных сценариев развития событий, выбран самый оптимальный и сбалансированный вариант. И нарисован огонь, и нарисована ракета. Уже сейчас на личных счетах у вас виден актуальный баланс, на верифицированных счетах есть внутренние переводы. Это возможность провести все взаимозасчеты и есть восклицательный знак, кнопка вывод BEP20. А теперь очень важная новость. Для тестирования всей созданной системы, первые конвертации VST и покупки токена UTLTW включатся уже в феврале. Первые операции приобретения обернутых токенов пройдут с лимитами не более трех обернутых токенов для проверки всех этапов работы новой системы. Но самое главное, на купленные в феврале обернутые токены UTLT уже 1 марта будет начислен первый инвестиционный доход. Помните, когда мы открыли продажу токена UTLT, первые месяцы начислялись самые большие дивиденды. История может повториться, воспользуйтесь этим шансом. Тестовые периоды завершатся к назначенной дате старта продаж 8 марта, и мы откроем безлимитный перевод VST и неограниченную продажу обернутых токенов. Времени до старта осталось немного, спешите воспользоваться этим шансом. Специалисты сделают все возможное, чтобы ускорить верификацию ваших счетов. Не откладывая, верифицируйте счет VST, откройте кошелек TrustWallet, запаситесь монетой BNB и USDT и будьте готовы к старту. Итак, здесь в этом тексте сказано, что уже в феврале, еще раз найду, где тут сказано про февраль, да, вот, для проверки пройдут с лимитами. Да, вот, для тестирования всей созданной системы первые конвертации VST и покупки токена VTLTW включится уже в феврале, так, а 1 марта будет начислен первый инвестиционный доход. Так, ну что, коллеги, есть что добавить по данному тексту? Какие-то мысли, комментарии? Так, пока добавить, похоже, нечего. Так, посмотрим следующее объявление. Сейчас я текст перенесу вперед на передний план. Уважаемые члены клуба, отличная новость, направленная на поддержку всех наших консультантов и клиентов. Специальная акция, приуроченная к годовщине создания клуба, акция действует 2 месяца, в период с 8 марта по 8 мая включительно. В чем акция заключается? Первое. Клуб увеличивает гонорары за продажу токена VTLTW на 50%. На этот период установлен фактор 33, который увеличит количество единиц. Кэшбэк в USDT для VIP-клиентов. Клиентам, которые на бирже клуба приобретут токен VTLT за BVSD, получают на свои кошельки кэшбэк. Условия. При приобретении UTLTW на сумму от 50 000 BVSD возврат 0,5%, от 100 000 возврат 1%, от 250 000 возврат 1,25%, от 500 000 возврат 1,5%, от 1 000 000 BVSD возврат 1,75%. Выплата кэшбэка USDT 9 мая 2023 года. Данная акция направлена в первую очередь на поддержку наших консультантов и помощь при продаже для клиентов, которым вы можете по желанию компенсировать комиссии за конвертацию. А кэшбэк в USDT для больших клиентов снизит напряжение по возвратам комиссии на их кошельки. Вся команда работает над тем, чтобы помочь вам. Благодарим за понимание, доверие и поддержку. Идем дальше. Но еще раз давайте посмотрим. По сути, акция, как они сказали и пишут, что акция направлена на поддержку консультантов и клиентов. И, во-первых, для консультантов увеличенные гонорары действуют с 8 марта по 8 мая. А VIP-клиенты, которые приобретают большое количество токенов UTLTW, им, соответственно, производится кэшбэк от 0,5% до 1,75%. Смотря какая сумма. Так, и вот здесь вот комментарий к данной новости. Это лучший шанс для всех маленьких клиентов прочувствовать на себе, как растет в цене их токен, как капитализируются их средства. Ведь они первыми приобретут три обернутых токена, соответственно, по самой выгодной цене. С 8 марта добавятся большие игроки, которые также замотивированы делать уже большие приобретения. Для них дополнительный бонус кэшбэк. А это взрывной рывок цены вверх. Первые лимиты позволят принять участие всем клиентам на равных условиях, а нам протестировать и подготовить систему к большим нагрузкам в марте. Итак, коллеги, по данным новостям есть какие-то мысли, комментарии, соображения? Пока никаких дополнительных мыслей нету, да? Значит, Сергей из нашего чата выкладывал свой собственный расчет и свои мысли. Значит, этот текст уже есть в нашем чате, он опубликован. Доброе утро! Обещал вчера свой расчет. Как я сделал в мае в новом их проекте? Я взял 5025 долларов, перевел в USDT. Потратил 25 долларов на регистрацию. Оплатил все комиссии. Купил токен UTLT на 5000 долларов. У них комиссия за покупку 7%. Мне вышло 350 долларов. Удалось купить 17,5 токенов. У них есть финансовая помощь. 50% от покупки можно взять обратно под залог токена. То есть, у кого были счета Vista в Гермесе, здесь получается наподобие ломбарного займа. То есть, под залог как раз купленных токенов можно взять именно займ. Вот как Сергей здесь и пишет. Я это сделал, чтобы не рисковать всей пятеркой. Ждал почти 7 месяцев. Продал свои 17,7 токена по 391. Если вычесть все затраты на все, и плюс они еще на токен доход начисляли, обратно я вывел в USDT 6071 доллар. Разница 1046 долларов. А это 21% чистой прибыли за полгода. То есть, еще раз смотрите. Получается, конечно, народ возмущается. Вот там комиссия. Опять надо чего-то доплачивать и так далее. Сергей, согласно его расчету, согласился со всеми этими комиссиями. Да, он потратил 25 долларов на регистрацию. Ему пришлось заплатить 7% можно сказать АЖО комиссии на покупку. Но, получается, за 7 месяцев, еще раз, вся эта процедура заняла 7 месяцев. И фактически покупал он, покупал, он, правда, не пишет по какому курсу он покупал. Ну, короче, получается, как он пишет, что обратно вывел, вкладывал 5025, вывел 6071. То есть, разница 10... Ой, 1046. Это 21% чистой прибыли за полгода. Но это не важно. Цель была разобраться. Можно и больше заработать, используя финпомощь. Но не буду запутывать. Пробовал и это. Получилось почти 37%. Теперь на основе прошлых знаний смотрю на этот план. У меня в Гермес больше 10 тысяч. Ну, ладно, округлим 10, чтобы легко было считать. Нет, нужно также их прокрутить. Но мне не надо 5000 живых денег, как в предыдущий раз. Хочу забрать свои. А достаточно оплатить только комиссии 2,5 и 7%. С 10 тысяч это 250 и 700 USDT. Правда, непонятно. 4 бакса комиссия за ввод в кабинет это USDT и BVSD. Теперь мыслим здраво, пишет Сергей. Если они выпустили BVSD почти на миллиард и предлагают купить токен, обернутый UTLTW, они качать будут именно этот обернутый токен. А люди будут покупать его за другой токен, которого миллиард. Ну, пусть половину только купят, так это 500 лямов в покупку токена. Они собрали 50 лямов в новом проекте, и их токен вырос с 256 до 400. А если вкинуть 500 лямов, пусть пока фантиков, но пишут же идентичный алгоритм, рост этого обернутого токена может быть и в 4 раза. А в криптомире любят делать 10 иксов. 10 иксов – стандартная схема. Ну, не знаю, насколько она стандартная. Я что-то сильно сомневаюсь, что в мире криптовалют каждый токен делает 10 иксов. Наверное, на каждый успешный токен там приходится немало всяких шит-токенов или скамовых монет, которые вместо роста падают. Ну, ладно. Как говорится, одно дело любить делать иксы, другое дело, чтобы это реально получалось. Короче, пишет Сергей, покупаю их оберташку, жду рост, например, в 4 раза продаю. С 10 тысяч фантиков делаю 40 тысяч, продаю 40 тысяч даже по 0,2 доллара, пофиг, вытягиваю в 8 тысяч, минус затраты комиссии 2,5 и 7 процентов. Другие в их фантиках комиссии не считаю, пофиг, только те, что за живые деньги оплатил. Короче, 7 тысяч 50 долларов выходят, плюс обещают выплатить доход на обернутый токен. Может еще набежать баксов 500, неважно. Но суть какая? Если не бояться и мыслить, можно из того, что предлагают, попробовать сделать максимум. Получится мне второй раз... А, получится мне второй раз прокрутиться в плюс? Не знаю, но попробовать стоит. Другой вариант, ничего не делать и забить болт. Рискую чем? Ну пусть штукой баксов, но не пятью тысячами, как в первый раз. Выхлоп, забрать хоть что-то с 10 тысяч, но сделать не так примитивно, как другие считают, забрать 19 процентов, а попробовать больше, половину или все. Я не знаю, почем продам BVSD, по 0.2 или 0.5 было бы круто, был бы офигенный плюс. Но снова мыслим здраво. Им выгодно сначала сбросить долги, люди ломанутся менять. Может и не по 0.25, а по 0.1. По-любому скупят, чтобы убрать хомяков. А потом поднимут курс, чтобы люди несли бабки. Логика снова не спешить продавать, а наблюдать. Ну вот такой вот план. Сейчас я посмотрю. Было бы, конечно, неплохо, чтобы Сергей нам, как говорится, сам прокомментировал, тем более, что с момента написания этого текста прошло две недели. Сейчас я посмотрю, но его нету, насколько я вижу. Хорошо, коллеги, есть какие-то мысли по поводу данного текста и всех этих планов? Что скажете? Вот только так, наверное. Смотрите, если бы была презентация, там они сейчас предлагают купить три... это получается 1200 плюс 2,5% в Т, плюс 4 в Т, там какая-то комиссия дополнительная, плюс еще 7%. Если мы хотим их как бы вывести на будущее, это еще 7%. Вся сложности это получается где-то 204 доллара в ДТ. А доходность, это если там не раскручивают их, или я не знаю, можно их будет раскручивать, то 15 до месяца в ДТ в месяц. И вот получается, что окупить проценты эти можно будет больше, чем за год. Или я что-то не поняла, или вот какая-то вот такая математика у меня получилась. Еще раз проговорите, пожалуйста, значит, сколько человек вкладывает и какая доходность получается. Нет, это за покупку трех токенов. То, что они предлагают в тренарии. Три токена да, три токена UTLT, если я правильно понял, по 400 долларов за штуку это 1200, да? Да, да, это вот мы оплачиваем 1200. А расходная часть это все проценты. И там получается примерно 200, там чуть-чуть больше 200. Вот. А доход с одного токена где-то 5 USDT в месяц. То есть с трех получается 15. Так вот, если посчитать, то мы за год даже не вернем, по 15 долларов USDT, вернее, эти проценты. Ну, да, доходность получается небольшой. Ну, а... Вот такая математика, невеселая какая-то. Угу. Ну, так, а они как-то, ну, пытаются донести, в чем выгода такого варианта? Я задавала эти вопросы или игнорируют? Ответов нет. Ну, если подытожить, то, что расписал Сергей, то есть получается еще раз, допустим, те люди, которые в мае 2022 года стали, зарегистрировались в новые кабинеты, оплатили регистрацию, приобрели токены, да, можно сказать, они рискнули, и, ну, если я правильно понимаю, в мае 2022 года эти токены курс стоил 256 долларов, сейчас они уже продаются по 400. То есть, получается, в общем-то, за с мая по февраль, это сколько у нас месяцев получается, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, это получается 9 месяцев, то есть, за 9 месяцев рост с 256 до 400, ну, вот, то есть, рост сам по себе неплохой, вопрос только, а вот смотрите, те, у кого есть новые кабинеты, вот у вас есть токены, то есть, допустим, вы в какой-то момент решили ваши токены продать, сконвертировать в USDT и вывести, то есть, ну, без проблем это можете сделать, пошли там, сделали заявку и все, или там надо, надо найти человека, который захочет у вас эти токены купить. там есть очередь определенная, и зависимо от суммы токена, там, я думаю, что там ориентируются и покупают и шевели там и быстрее покупать. ну, ну, очередь это, если речь идет именно про выполнение заявок, как на всех биржах, это нормально, да, то есть, получается, кто-то делает заявку на покупку, он хочет купить токен, кто-то делает заявку на продажу, и, соответственно, там, где эти предложения, как говорится, совпадают, то происходит уже сама сделка. Главное, чтобы именно были эти самые желающие, допустим, купить токены, чтобы не получилось, что человек хочет токен-то продать, то бывали такие проекты, где у человека там какой-то лежит крутой фантик, который якобы стоит, допустим, там, 200 долларов, а за 200 долларов у него этот фантик никто не покупает. Собственно, даже те, кто пытается продать внутрянку ВСТ, прекрасно знают, что вроде бы как это евро на счете, да, ВСТ, а по факту по курсу евро, ну, вряд ли кому-то удастся продать. Некоторые даром даже готовы эти фантики раздавать. Да, приветствую. Что в этом это и цель проекта этого. Дела не в том, что какие проценты будут каждый месяц насчет этого за токеном. А, диротом биткоин через год он будет стоить, наверное, не знаю, пять раз дороже. Процент будет очень маленький каждый месяц, но зато ценность его будет не знаю, пять раз может быть дороже за два-три года. Если захочешь продать, тогда продаешь большие 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 проценты. Может в этом суть. Андрей, я только не понял, при чем здесь биткоин. Не, не, сравнение, я делаю сравнение с биткоином. Сейчас стоит у два года, он может стоить, не знаю, 2000 долларов, 3000 долларов. Понимаешь, Андрей, как не послушаешь презентацию какой-нибудь очередного токена, вот все себя рекламируют, что чуть ли не создали очередной биткоин, который будет обязательно стоить кучу денег. А в итоге на самом деле никто до уровня биткоина и не приблизился. Биткоин не единственная крипта, которая стоит там больше 20 тысяч. Эфириум, да, эфириум подскакивал до нескольких тысяч, но сейчас по-моему снова там откатился. То есть как бы понимаешь, одно дело ожидалки чьи-то, что вот мы там такую крутую технологию забацали, что вообще там только напомню, что криптовалют уже больше 20 тысяч и что-то ни одна монета не сравнялась с биткоином по стоимости. А причина-то проста, потому что, во-первых, биткоин, его еще называют дедом, то есть это первая криптовалюта в мире, можно сказать, и второе, за 14 лет его существования с 2009 года там вложены просто в его развитие уже колоссальные просто ресурсы. По сути, вся криптоиндустрия на битке основана и, конечно, это тоже служит, можно сказать, на благо его стоимости, на поддержку, на пиар. Вот, поэтому тут, понимаете, опять-таки, ну, кто-то верит в биткоин, что он будет расти, а они биткоины покупают. Там, кто-то даже покупал, когда он стоил 40 тысяч, 50, 60 тысяч долларов, да? Вот, почему они это делали? Они сейчас в минусе, но они покупали, веря, что когда-нибудь он будет стоить 100 тысяч, а может быть, даже и там полмиллиона миллион. Есть люди, которые в это верят, и они готовы были покупать, но пока они в минусе, да. А кто-то, а кто-то, допустим, купил биткоин там за 50 тысяч, а он обвалился до 20, до 15, они обиделись, разозлились, и как бы зафиксировали убыток, продали. Ну, кто-то не продал, кто-то держит его, а кто-то продал. Поэтому здесь опять вопрос, как, Андрей, ты говоришь, если кто-то верит, что этот токен будет расти дальше, есть шансы заработать, значит, человек будет этот токен держать у себя. А если человек уже не верит, что какой-то рост будет, да, он, соответственно, его продает. Вот обратите внимание на стратегию Сергея, то есть Сергей, текст которого я сейчас читаю, да, то есть, заметьте, он не держит эти токены до бесконечности, потому что он опытный человек, опытный трейдер. То есть, смотрите, еще раз, давайте смотреть, так, то есть, что он сделал в 2022 году? Он, по сути, сам расписал нам вот свою стратегию. Мы много раз слышали все вот эти возражения, недовольства, а, Василенко всех кинул, а сейчас он заставляет людей вкладывать новые деньги. Как так можно? Сергей, несмотря на это, риск, есть риск, конечно, есть риск, он, получается, несмотря на то, что у него оказались замороженными, как он пишет, больше 10 тысяч, он рискнул еще пятью тысячами. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, сумасшедший. Тебя, можно сказать, и так кинули, а ты еще пять тысяч вкладываешь, да, ну, вот, видите, он, получается, взял все вот это, что он расписал, он провернул, и читаем, вот, в последнем абзаце, что он тут пишет. Он пишет, что за полгода получил 21% чистой прибыли, вот, на пять тысяч вложенных вывел 6071. Заметьте, не виртуальные фантики, как часто мы там слышим, да, это у вас там в кабинетах виртуальные фантики, с которыми вы ничего сделать не можете. Он вывел конкретно USDT, а USDT, как мы понимаем, это вполне ликвидная монета, потому что ее в обменниках можно обменять хошь на рубли, хошь на на что там тебе нужно. Вот, то есть, да, он рискнул, проделал всю вот эту процедуру, и даже вот, как видите, он пишет, но это не важно, цель была разобраться, можно и больше заработать, используя финпомощь, но не буду запутывать, пробовал это, получилось почти 37, да, получается, при желании можно. И вот он теперь рассуждает именно по поводу вот этих токенов, то есть, опять, следовать этой стратегии или не следовать, другой вопрос, что в итоге получится. Опять же, смотрите, другой вариант, ничего не делать и забить болт, то есть, как бы, образно говоря, проститься с деньгами. Рискую, рискую чем? Ну, пусть штукой баксов, но не пятью тысячами, как в первый раз. Выхлоп, забрать хоть что-то с десяти тысяч, но сделать не так примитивно, как другие считают, забрать девятнадцать процентов, а попробовать больше, половину или все? Извините, пожалуйста, еще очень странно. Почему они так мало дадут? Только пять USDT за один токен. Если это был, извините за жгом, пожалуйста, лохотронческий, лохотрон, они могли бы дать минимум пятьдесят USDT за один токен, чтобы сделать хорошую рекламу и предвещать много людей. А так только пять процентов, пять долларов, пять долларов, пять USDT за один токен, за 400 с чем-то долларов в месяц. Это очень мало. По сравнению с прибылью, которая была к Ермесу в прошлых годах, это очень мало. Я не понимаю, если это были чистые, я не знаю, чистые лохотроны, еще раз, они могли бы дать намного больше, чтобы делать хорошую рекламу, чтобы привлечь намного больше людей, разных людей сюда. А так не давить только пять долларов за токер. Но смотри, ты рассуждаешь таким образом, типа, кто, если где-то обещают большую прибыль, надо всем бежать туда. Это же крутая реклама. Но хорошо, есть такие хайпы, которые платят пять процентов в день, 150 процентов в месяц. Почему все не бегут в эти хайпы? Да потому, что многих людей просто пугают такие бешеные проценты. не бывает в реальном мире именно таких процентов. И все. То есть люди знают, что такие проекты существуют, но срок жизни у них достаточно короткий. Максимум несколько месяцев. И все. То есть да, ты можешь обещать крутейшую там прибыль, но вопрос, когда люди видят какие-то нереальные прибыли, нереальные цифры, они просто пугаются. И все. И вместо рекламы получается антиреклама. То есть сам прекрасно знаешь, когда многие люди слышали, что Гермес платит 20% годовых, да это же пирамида. То есть люди, люди услышав 20% годовых, потому что это уже больше, чем банки предлагают, у них уже ассоциация с пирамидой. Сразу же. А ты говоришь, а давайте еще больше будем обещать. Ну так найдутся люди, которые точно так же скажут. пирамидоз. А вот. Объявление от 11 февраля. Уважаемые клиенты, в ближайшие пару дней мы проводим тестирование системы криптовывода. Раз в день открывается вывод для тысячи человек. По завершении периода теста система заработает на постоянной основе с уважением администрации. Вопрос. Кто-нибудь, у кого есть новые кабинеты, попал в число счастливчиков, для кого открылся вывод, попал в эту тысячу человек. Но может быть, если не вы лично попали, может быть, кого-то знаете, кто попал. А то у нас, согласитесь, как-то странно, в чате у нас больше тысячи человек уже. И вот хотелось бы понимать, процесс-то идет или это очередная болтовня? Я слышу насчет того, что это для директоров сейчас. Только директора не знают, что их сверхуровень. Даже третьего уровня, четвертого уровня не могут это сделать. Не знаю, что уровень. Ну, хорошо, если так. Опять же, смотрите, объявление вчерашнее, да, совсем свежее, 11 февраля. И сказано, в ближайшую пару дней мы проводим тестирование. Пара дней, это если мы от 11 февраля отсчитаем пару дней, это получается 13-е. Поэтому, как бы, может быть, это не, ну, открывается вывод на тысячу человек не сегодня 12-го, а может быть, завтра откроет. Понятно. Я тоже это не понимаю, потому что там написано уважаемый клиент, написано там уважаемые директора, 6-го уровня и выше. Уважаемый клиент, я думаю, что тоже для каждой, может, каждый клиент может сделать этот выбор. Это я слышал сегодня, что от 6-го уровня слышал директорам. Не знаю, они сами. Добрый день. Я вот точно знаю, что уже с зеленых кабинетов переводят на трассвалят БВСД. у меня есть. Уже есть люди, которые уже вот это сделали, этот этап прошли. Спасибо. Так, а с этими БВСД что люди могут сделать дальше? Пока я еще не знаю, я так понимаю, что вот эти БВСД, то есть, там нужно будет опять уплатить комиссию в ЮСДТ, то есть, заплатить. После этого эти БВСД попадают в кабинет ЮТЛ, а там вроде бы сейчас, как БВСД, эти торгуются, ну, там разные, как бы, цены на него, ну, что-то там уже, где-то как-то продают. Сам я, конечно, этого не делал, просто вот знаю, что так есть пока. Угу. Угу. Global Star Club. Возможности безграничны.